Льготный билет Льготный билет действует для поездок на региональном транспорте, то есть на пригородных поездах в электричках, трамваях, автобусах. В Германии могут возникнуть трудности с запасами крови. Немецкий Красный Крест сообщает, что количество доноров в стране сокращается, а спрос на кровь наоборот растет. Организация призывает немцев активно сдавать кровь. Каждый день для переливания в Германии необходимо не менее 15 тысяч единиц крови. Они используются для помощи пациентам с болезнями сердца, желудочно-кишечного тракта, больных раком. В Германии продолжают дорожать продукты, особенно молочные. Так цена на масло подскочила до 3 евро за пачку, установив исторический максимум. В первый раз сливочное масло в Германии резко подорожало в марте, в некоторых магазинах – в два раза. В апреле рост цен продолжился, пока ведущие производители не стали предлагать товар по 3 евро и выше. Главная причина подорожания сливочного масла – это молоко. Его стоимость растет как никогда раньше, говорят производители. Из-за высоких цен на удобрения, корма для животных и топлива сокращается поголовье коров, что ведет к дефициту продукции. В Германию могут вернуться бурые медведи. В дикой природе здесь они не живут уже давно. Еще в Средневековье их популяция резко сократилась. А последнего бурого медведя на территории Германии убили еще в 1835 году в Рупольдинге. Но этой весной появилась надежда, что они вернутся. В лесах Баварии заметили бурого медведя. Он попал в фотоловушку. Зоозащитники надеются, что удастся возродить популяцию бурых медведей в дикой природе Германии. Но на это уйдут десятилетия. Ближайшие дикие медведи живут в Италии, в регионе Трентино, который расположен за 120 километров от Баварии.